Я, все душевные братья и сестры, поблагодарю вас за все эти молитвы, которые каждый из нас сегодня возрастил во время совершения Божественной Литургии. Время совершения Божественной Литургии мы упоминали святых, подвижников, но сегодня, я бы сказал, мистически трагичная дата в истории нашего Отечества. Дата, которой кто-то безразличен, кто-то спина на дубах кричит, что-то доказывает, кто-то желает промолчать, исказить, испачкать, так, как будто ничего и не было. Но было, что было серьезное, было. И вот после этого события, после зверского ритуального убийства царской семьи, ни в чем не повинных людей, которые любили свое Отечество, которые молились, которые столько много здесь до России, смотришь на лицо икона. Да сейчас и лиц таких нет. Вы посмотрите, что-то пещерное пришло в наше Отечество. Откуда она идет? Идет оттуда, кто посягнул под корень уничтожить весь царский род. Вообще, зачем их убили? Убивают президента. Да, к сожалению, есть такое. Убивают царей, королей, правителей. Вот видите, всю семью собрать воедино в подвале, в грязи, в мусоре, при такой красоте, которая до сих пор отчаровывает весь мир. Красота России в грязь, в помойку, штыками. Это же какое, я думаю, не звериное, а сатанинское нечто такое за этим кроется. А почему? Сразу так не ответишь, и в то же время все так понятно. Кто только чего не говорит. Готоваясь к событию, с каждым годом все более осмысливаясь, проникая в этот ужас, кровавая трагедия нашего Отечества. Почему? А потому что не познав этого, не взяв с этого урок, и не пережив, не размыслив, не выстрадал. Мы также будем в этой помойке, в этого дома Ипатьевского, в грязи, в мусоре, в этом умственном хаосе. Я так думаю. Вот как собрать их дикие племена по степи огромной? И вот князь Садьеву посылает гонцов. Кто что не говорил. Но когда пришли гонцы из Константинополя, которые были в храме Святой Софии на православное божество литургии, они сказали потрясающие слова. Мы не знаем, где были, на небе или на земле. И вот это тронуло сердце князя Владимира. Вот так он задумал, чтобы Русь была небом на земле, чтобы каждый день, когда встает солнце, когда рассветает утро, открываются храмы, царские врата храмов, и священники произносят ключ и тайну Святой Руси благословенно царство отца и сына и святаго духа. Но так задумал князь Владимир, что доминантой и центрально образующим вот хребтом, фундаментом и нервом Святой Руси было православие. А при чём здесь царь? Господи! Он уже отрёкся-то, оказывается. В чём? А оказывается, не всё. Ну, отрёкся, отрёкся. Ну и ладно. Но он помазанник. Он остался тем же царём. Нельзя человека вынуть молитвой. Вот он крещённый. Как мне кричат, я не верую, но молитва в тебе. Ты просто в таком яме грязной, в таком мусоре в голове даже не отличаешь свет от тьмы, истину от лжи. Я думаю, оказывается, почему зверски, сатанински, как бы бесовское место, штыками в крови, в криках, им было больно. Это живые люди, которые хотели жить, молились, почитайте их письма. Это же просто молитва. Крик души о чём? Не о себе, о России. Вот, оказывается. А потому что император Николай олицетворял собой доминанту православия, именно не конкретно православие, а что государство православное. И даже в самом Ипатийском подвале пришёл священник, и он сказал, он знал, что они вот чувствовали сердце, да он знал, ослужили божественной литургию. И всех, да не просто, почему? Чтобы действительно уничтожить на Святой Руси православие. Помните, как мы поём в стихи русским святым? Рус святая, храни веру православную, в ней твоё утверждение под корень, чтобы не было последователей, чтобы ничего родового не было, уничтожить. Что только с ними делали, и кромсали, и резали, сжигали, кислоту обливали, с шарфу бросали. А почему? Оказывается, православие. Этого не надо. Не надо этого православия. Почему я сказал, что это ритуал, потому что чисто дьявольский. Это были, знаете, орудия дьявола. Это люди были, но они были орудием дьявола. Толпа. Что такое толпа, что такое народ? А когда с один и тот же народ, можно выйти толпой и народом. Я так думаю, когда они кричали «Асанна Христу!» Это был народ. Но это же народ, когда он сказал «Распни его! Мы хотим лакать твою кровь! Мы хотим вот видеть твоей смертью и муками!» Это была уже безумная толпа. Это было орудие дьявола. Вот почему, наверное, поэтому предсказывал Фёдор Михайлович Достоевский, что грядут бесы, бесы, которые всё уничтожили. И действительно, это было только начало. Дмитрий Владимирович Богоявленский штыками закололи ворота Киево-Печерской лавры. Селит Тихон, патриарх Московский. Вы посмотрите, вообще какие личности в мире такого нет! Вот оказывается, на что постановили? На святое. А кто будет на святое просто постановить? Чисто дьявол. Это было только начало. А впереди будут взрывать храмы. У нас будут костры инквизиции с икон. Разрушили эти все монастыри. Они как дети, они молились, трудились. Что они сделали? Всех раскидывали. Сколько уничтожено! На 1941 год и страшной трагедией вновь наше постившее Отечество было всего три архиерея на свободе. Соловки, Беловар-Канал, Господи, с женами, с детьми и всех подряд. Это предсказал и отец Анкарштадский. А почему если подойти так чисто духовно? Это внешнее, а внутреннее оказывается дьявол ищет как бы зацепить человека. И за дня в день, из минуты в минуту не спит как бы. И когда он видит духовную слабость человека, он начинает заполнять собой злом. Это называется беснование. Это эти беснующиеся поднялись орудия дьявола. то есть делал полностью разум людей. Это удивительно. То, чем мы сейчас восхищаемся. Когда в протяжении веков были обломки, это же, все подряд. И песни пели. Я в школе нас учили. Браво пели. В красных галстрах маршировали. Доставание разрушим. Ну, разрушили. А потом... Кстати, а что разрушали-то? А разрушали православие. А оказывается, как говорил депутат Дмитрий Волкогонов, посоветовали на самую десятку в сердце России, на церковь. Вот что за этим стоит. Не мог никак понять, зачем взрывать храмы. Это же история. Это памятники наши. А потому что это не просто церковь. Стены, иконы. Да и люди-то не в счет. Оказывается, Евхаристия. Вот дьявол, чего не хочет. Евхаристия. Потому что вновь рождается Христос рожден и прежде всех век. Этого не надо. Вот поэтому это было идет, идет, идет. Наверное, не было такого дня на Руси, когда бы Русь святая не страдала. На протяжении всей своей жизни я не мог понять, почему судьба России такая крестная, такая гонимая. Почему нас все так ненавидят? Ведь страна удивительные люди. Какой талант, какая красота, все дышит, живет. В мире нет такого. И пройдя путь жизни, я понял, когда человека крестят, священие говорит, поверите себя к стене лицом, к иконам спиной. и отреките от сатаны, сдуньте и сплюньте трижды. И люди это делают. А теперь поверите себя к иконам и сказать, верую, Господи, и исповедую. Так вот, когда Русь рождалась на берега Днепровского и Ордана, когда рождалась и скупели Днепра в крещении, она трижды отреклась от сатаны и дьявол этого ей простить не может. Вот почему Россия центр Голгофа этого мира да трудно, да тяжело, да непросто, но она всегда непобедимая. Она под огромным Божьей Матери. Я говорю, во втором веке Тертулиан кровь мучеников семя веры. И вот кровь императора, императрицы, их детей стала семьями возрождения свежего, чистого святого православия. Было, наверное, не просто все так, раз все случилось. Не все так благополучно было на святой Руси. Наверное, солнечный свет, отражаясь от куполов в золотчонок храму православия, не отразился, не прошел светлым лучом сердце человека. Давайте, говорит, до основания, сколько потом было расстреляно лучших людей России, поэтов, писателей, архиереев, патриарх, образованных людей, талантливых людей, кто мог, спасался. Но интересно, какая трагедия была в их сердце? Мне приходилось встречаться с последней царской семьей, с другими эгерантами еще огромной, Вадим Ильич Рен, например, потрясающий, Ирина Стротцы. Они даже внуков своим передали любовь к России, к святой Руси. Это действительно была трагедия, страшная трагедия. И начало было положено вот эту ночь. Потом пошла церковь, все подряд под хвост. Это же жуть, конечно. Есть такая удивительная книга «Святые Древние Руси», историка Георгия Федотова. Когда начинаешь ее читать, просто поражаешься. Он говорит, когда я приступаю порог русского православного храма и вижу в них, что там горит в лампадах не масло, а кров мучеников. Уже чувствуя свою кончину, Лев Гумилев сказал удивительные слова, глубокие, пророческие, что в тот день, когда прекратится в этом мире совершаться православное божество, литургия, зло разорвет этот мир. Но слава Богу, по ритмам святых новомучеников, исповедников российских, по ритмам святых царств и накуменах мучеников, Русь святая просветает, строятся храмы. Камни это потом эти храмы, а самое главное почему они строятся, потому что они уже были и есть, и уже родились в сердце человека. Вперед нерекотворный храм, потом каменный. Вот она извечная Евхаристия. Продолжаем жить и светить в этом мире. Наверное, читая вот историю России, историю православия, историю святых подвижников, Евхаристия. пока стоит Русь, соль, мудрость соль, она хранит этот мир от раз и разложения. Пока стоит Россия, она светит божественным светом Евхаристии в этом мраке, извращенном этого мира, как поет отец роман в своих песнопениях. Пока звонит православная колокола, еще рано петь панихиду о России, она стоит. И это Евхаристия дает молитва святая, Божественная литургия дает силу и дух русскому человеку. И каждый раз и сегодня я молился, Господи, усмири безумных и беснуящихся на просторах России. Это наша Родина. В ней много, да, не так, но ты пробовал хотя бы немножко поднатужиться сделать ее лучше. Это твоя Родина. Без нее ты на чужбине как блудный сын будешь питаться со свиного корыта запада. Мир прекрасен, там тоже живые люди, но это не Россия. Есть Восток, есть Запад, а Россия это не страна, это цивилизация. Нет такого в мире. Это действительно так. И русский мужик ходил в лаптях. Но все лучше посвящал Богу. Купола крыли червенным золотом. И Владимир Высоцкий пишет в своем последнем стихотворении «Мы покрываем золотом наши купола храмов, чтобы чаще нас Бог замечал». И вот глядя на окружающие вот с кем живут, много людей проходит, жизнь большая прожита, всякая разная. Я вижу, люди удивительно неповторимые, только порой бы с повроченным умом. Таких надо не наказывать, а жалеть и молиться. Все управятся. Стараться не рукава засучить, кого-то исправлять. Как говорил наш великий русский святой батюшка Серафим Саровский. Себя начни. Так вот надо так жить, так молиться, такую историю, священное писание, таким причастником церкви, чтобы люди, глядя на тебя, сказали, да, действительно, вот это идеал, вот она святыня. Заканчивая слово, я хочу вновь повторить слова пастихиры, которая сияла поется в церкви, особенно в день русских святых. Русь святая, храни веру православную, ибо в ней твое утверждение. Аминь. Я сел и говорю за молитвы. Все, кто сегодня в храме, кто вне храма, все, кто носит сегодня не только смотрит, но и молится в лучах нашей божественной литургии, мы совершили еще одну евхаристию, как и много во всех храмах священники. Дай Бог здоровья свидетельствую патриарху Кириллу, который возглавляет непростое и буйное время. Я глубоко тронут великой дружбой с покойным патриархом Алексием. Какие были удивительные люди, подвижники. Боже, Боже. Почему так ненавидит патриарх? Да посмотри, какие слова он говорит. Как много боли. Наверное, вот так вот и на императору, и на Христа. Но я знаю, что Русь это Голгофа. Но лишь Голгоф и Креста можно укусить радость светлого Христового воскресенья, Пасхи и Победы. Аминь. На Руси говорили после трудностей жди радости. Она уже есть. Все, кто причастался, я вас поздравляю в Ставице Своей Причащение за крепкой верой, силой Духа, молитвой, Бога держись и себя не теряй. Сейчас лето, многие отдыхают, в этом ничего нет плохого. Но на молитву отпуска нет. Где-то есть, там и молись. А потом под осеньюши, опять все вместе соберемся, пойдем дерзать дальше. Но Ивхаристия совершается. Выслушай, пожалуйста, слова благодарства молитвы. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Простите меня. Боже! Простите меня. Продолжение следует...